Я тут немножко, кто меня знает, немножко вся надоедая тема SystemD. На прошлом ЛВЕ, немножко на линуксовках. На этом летнем ЛВЕ много новых лиц. Хотелось бы пообщаться на эту тему еще раз и напомнить всем, зачем нам это надо. Итак, зачем нам SystemD? Зачем не надо? Вот, первые две... То есть в нем есть несколько вещей, про которые мне хотелось рассказать. Первый момент это быстрая загрузка. Наверное, самое маловажное преимущество. Здесь два примера того, что шутка важна для нас. Вот зачастую часть разделов можно монтировать асинхронно. То есть система запустится и только потом оно в процессе. Запуска будет монтирован и будет готово только, когда уже будет полностью готово. Вторая жидко-вынужденная фича SystemD, связанная с быстрой загрузкой, это сокет activation. Когда вы вообще забываете такое понятие, как один сервис зависит от другого. Вы просто запускаете, сам System доберет на себя создание сокета, а потом его байпасит ваши сервисы. Таким образом некоторые сервисы могут стартовать параллельно без них и проблем. Второй спект, который жутко важен в SystemD, и почему вы можете его подробно сделать, это унификация. С использованием SystemD у вас действительно во всех дистрибутивах одинаковые конфиди. Пример здесь перевел на самом деле в SystemD буквально четыре базовых конфига. И они везде выглядят одинаково. А второй момент, все init файлы и так называемые сервисы файлы, они опять же одинаковые. Вот, соответственно, решается проблема то самое, ну, решается проблема унификации. Чистечко. Как могут. Достаточно простые init файлы. Вот, здесь я привел пример от BumbleBelitDemona из моей системы. Винистайл четко описано, что делает сервис. Старт, рестарт, тайм-аут, как его инсталлировать, что запускать, как логировать. Некоторые описания. Все очень просто, четко, декларативно вынистайл, очень удобно и упрощенно. Но многие вещи очень сложные, и SystemD берет на себя правильно это все обрабатывать, запускать. Следующая фича, которая действительно у многих очень нравится, это то, что каждый сервис вообще SystemD помещает в отдельную C-группу. Это средство мониторинга, просмотрительных C-групп. Здесь я пока показал только C-группу, на самом деле можно по каждой C-группе мониторить memory, ее блок. Это позволяет, на самом деле, четко понимать, как у вас потребляют ресурсы, не просто какой-то конкретный процесс, а конкретный процесс с кучами детей. И вообще, как он выглядит в вашей системе. Отдельно также видно показ пользователей для тех, кто пользуется вещи а-ля консоли кит. Следующий момент, жутко приятный, это значительно новый подход к хранению, даже к тем логам, которые у вас уже есть. Связанный с тем, что, например, здесь начинает логироваться дополнительный объем информации, которую раньше вы не теряли. Начинает логироваться std-out и std-er ваших сервисов. Больше не надо перезапускать сервис в минус D, грубо говоря, в фориграунде, чтобы его отлаживать. Сразу доступна вся информация. Завтра в 10.30 мы будем немножко, я расскажу, делаю доклад немножко на другую тему. Это как вам начать использовать подобный, вот здесь видно, K-value формат для хранения уже ваших бизнес-параметров, чтобы вы могли по ним искать, добывать знания, в том числе по вашим бизнес-параметрам, не только по системным. У меня все. Спасибо.